здравствуйте дорогие почитатели suzuki наконец-то и на нашей улице праздник до нас добрался новый джимни стоит отдать должное старому джимни потому что на протяжении 20 лет во всем мире его продажи только росли падения не было ни в одном из годов и новый джимни судя по ажиотажному спросу опять же не только в украине но и во всем мире с достоинством приемет эту эстафету чем же интересен и примечателен джимни как старый так и новый но новый в особенности если автомобили такого же небольшого размера конечно же есть если автомобили с различными инновационными системами электронными конечно же присутствуют производится ли автомобили с внедорожными качествами тоже присутствует однако только джимни объединил все эти вещи в себе именно поэтому он настолько уникален и настолько неповторим. Именно поэтому для очень многих почитателей Jimny этот автомобиль является безальтернативным. Поговорим немножко о внешних изменениях. То, что в принципе отличало этот автомобиль всегда, а сейчас отличает его в особенности. Дизайн не похож абсолютно ни на что. Многие говорят, что он повторяет дизайн Гелендевагена, но хочу напомнить, что Jimny начал выпускаться на добрых 10 лет раньше, чем Гелендеваген. И этот дизайн именно оттуда. Квадратные формы, практически вертикальное лобовое стекло. Все это на минимальном пространстве. Во-первых, улучшает обзор, то, что оценят люди как на бездорожье, так и в городе. И это очень сильно улучшает пространство внутри. Потому что, например, всегда было большой проблемой, что у Jimny мало места. Сейчас этот недостаток практически нивелирован. Хотя размер его остался прежним и даже чуть-чуть уменьшился. Спутать Jimny внешне с другим автомобилем это практически невероятно. Он абсолютно аутентичен. Он повторяет историю Suzuki за последние 50 лет касательно производства именно внедорожников. Но при этом нынешнее поколение предлагает гораздо более широкий спектр оборудования и, в частности, электронных систем безопасности. Начиная уже со средней комплектации, у нас есть камеры, которые позволяют автомобилю автоматически тормозить, если он распознал препятствия и чувствует, что водитель все еще его не видит и не применил никакого торможения для того, чтобы избежать столкновения. Шесть подушек безопасности. Система стабилизации. Это то, что присутствует и должно присутствовать, учитывая нынешний трафик, который есть практически во всех крупных мегаполисах и не только. Что же изменилось внутри? Ну, практически, наверное, все. Стоит упомянуть о том, что японцы лидеры в том, чтобы на минимальном пространстве сделать максимум комфорта. И Jimnyk в этом смысле абсолютно не исключение. Учитывая его размеры, я со своим ростом в метр восемьдесят шесть абсолютно спокойно чувствую себя на переднем сиденье. Каким образом это было достигнуто? Лобовое стекло стало еще более вертикально. Как следствие, увеличилось место в салоне. Боковые стеклоподъемники, которые раньше были на дверях, переместились на центральную часть. Таким образом удалось уменьшить толщину двери в целом и, как следствие, увеличить жизненное пространство внутри. Руль, он начал регулироваться вверх-вниз. То, чего в предыдущем Jimnyk не было и на что иногда жаловались некоторые покупатели. Что касается приборной панели, она абсолютно новая. Квадратные, очень крупные, очень хорошо читаемые приборы. То, что было у предыдущего Jimnyk большие зеркала. Квадратный дизайн колоссальный дает осмотр. Удобство пользования как в городе, так и на бездорожье у этого автомобиля находится на столь высокой планке, что даже неопытные водители справятся с этим очень и очень легко. Отдельно хочется сказать еще раз о вместительности. Сейчас я подогнал сиденье под себя, так как я вожу машину, вместе со своим ростом. Понятное дело, сверху у меня достаточно места. Но что же там для задних пассажиров? Сейчас мы это проверим. Как видно из моего положения, на удивление я сюда влез. И в принципе могу сказать, что здесь можно провести с комфортом ну не одну сотню километров. На себе я это уже прочувствовал в Германии, когда ездил на заднем сиденье и из тестов в 150 километров более чем 90, я провел именно на заднем сиденье, в том числе часть по бездорожью. Еще что хотелось бы отметить, это заднюю подвеску. Она стала гораздо более комфортная, хотя при этом не потеряла свои внедорожные качества. Что касается различных систем, функций комфорта и фишечек. В данном смысле Jimnyk сделал даже не один, не два шага вперед, а, наверное, пробежал целый кросс. Управление магнитолой на руле. Руиз-контроль. Управление блютузом. Магнитола вместе с навигационной системой. Бортовой компьютер. Климат-контроль. Система помощи при спуске с горы. Этот список можно продолжать и продолжать. Появилась ручка для тех, кто боится ездить с водителем на бездорожье, чтобы он мог держаться помимо боковой. Одно из самых важных изменений, по моему мнению, касается именно переключения пониженного ряда демультипликатора. Раньше он был оборудован кнопками на передней панели. Сейчас он перекочевал по олдскульному возле КПП. И это механический рычаг. Это то, чего желали все любители бездорожья. Чтобы это было не электроника, а чтобы они полностью управляли автомобилем. В новом Jimnyk это реализовано. Здесь, как и было раньше, три режима. 2WD, когда у вас включена только задняя ось, это основной режим движения по городу. 4H, это режим, когда у вас подключается, жестко подключается передняя ось и у вас жестко 50 на 50, независимо от условий движения. Этот и последующие режимы используются только на бездорожье. На асфальте не рекомендую. И, естественно, это пониженный ряд режим 4L. Когда у вас демультипликатор понижает ряд в два раза, автомобиль будет иметь больше тяги на колесах и, естественно, улучшается его проходимость за счет именно тяговых характеристик и меньшей скорости. Это очень важно. Для того, чтобы включить переднюю ось, нам необходимо иметь руль прямо. Для этого абсолютно необязательно останавливаться, но скорость не должна превышать 100 км в час. Просто делаете движение назад. Передняя ось подключена и у нас полный привод. Если же мы хотим включить пониженный ряд, тем, кто не имеет опыта вождения, настоятельно рекомендую делать это перед препятствием, а не тогда, когда уже машина засела. Мы должны обязательно перевести КПП в нейтральную передачу и только после этого переключать ее на пониженный ряд. Здесь есть специальное напоминание, что вы должны вдавить рычаг вниз и только после этого переключиться. Это защита от того, чтобы вы случайно не перескочили на скорости на пониженную передачу. Все достаточно просто и с этим справится даже женщина. Ну что же, теперь немножко информации для тех, кто будет использовать этот аппарат по его прямому назначению, по крайней мере так, как его задумывал производитель, а именно как внедорожник. Геометрическая проходимость. То, что у предыдущего джимника было просто колоссально, эти же показатели производитель умудрился еще и улучшить. Предыдущий джимник поставлялся к нам с клиренсом в 19 сантиметров. Сейчас этот показатель составляет целых 21 сантиметр. Учитывая колесную базу и узкую колею, проходимость джимника улучшилась просто до невероятных показателей. Колеса. По-прежнему здесь стоят старый добрый проверенный дуэлер. Диски в зависимости от комплектации. Либо стальные, либо легкосплавные. Тут уж кому что нравится. Как и предыдущий, нынешний джимник оборудован рамой и двумя мостами. Но эти мосты, они были переделаны. Они были облегчены. Кое-где было уменьшено трение для того, чтобы получить лучшие показатели по расходу топлива и уменьшить неподрессоренные массы. Как следствие, у нас получился гораздо более интересный расход топлива 8 литров по городу и это на автомате. Относительно комфорта, повторюсь, я провел на заднем сидении, достаточное количество времени. Комфортабельность подвески задней улучшилась и это не субъективное мнение. Я уже упоминал о том, что производитель изменил систему переключения пониженного ряда в главной передаче. Сейчас самое время продемонстрировать, как это происходит на деле. Хотелось бы напомнить, что в салоне Сузуки на Новоконстантиновская всегда присутствует тест-драйв на абсолютно полный модельный ряд автомобилей Сузуки, которые продаются в Украине. И Джимми в данном случае не исключение. Приглашаю вас в салон прокатиться на этом новом и абсолютно неодинарном во все времена автомобиле. Милости просит.